Ростельмаша 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 За эту шутку Егор потом извинился перед Левниковым. А после гола преимущество Спартака стало подавляющим. Но прекрасно играл Близнюк, отбивавший непростые удары Булатова и бесчастных после Красивых на заглядение комбинаций, которые удавались красно-белым. Где-то прохладнее немножко. Мы играли было плюс 37, сегодня градусы было 29-30. Так что вот эти вот 7-8 градусов, конечно, сказались в нашу пользу. Сегодня мы и двигались в охотку, и моменты были. Так что сегодня мы, конечно, чуть получше. Но в погоде, конечно, за это огромное спасибо. Во втором тайме наступило время Баранова, который хозяйничал на фланге, отдавал точные передачи. Вот Титов промедлил с ударом. Тот же Баранов подал угловой на 65-й минуте, Ковтун скинул на угол вратарской, и Титов быстрее, чем в прошлый раз, расстался с мячом, отправив его в дальнюю девятку. Через две минуты Баранов навесился штрафного, и Робсон техничным кивком переправил мяч в угол ворот Близнюка. Счет стал крупным. Гости понимали, что матч уже не спасти, но как гром среди ясного неба, удар Осинова с 35 метров. Клевицкий явно запоздал с броском. Жара по действиям. Тяжело сейчас сказать, посмотрим. Перед спартаковцами замаячил призрак Волгограда. И он заставил прибавить в командной скорости. Робсон отдал назад Титову, тот Бесчастных, но Близнюк словно знал, куда будет бить форвард Спартака. Еще атака. Титов нашел впереди заменившего Робсона Василюка, у того мяч выбили, но Егор тут как тут. Ворвался в штрафную и вновь передача на Василюка. Мяч у белоруса срезался, и получился голевой пас Бесчастных, который с восьмой попытки заставил капитулировать Близнюка. Отметим Титова. Он не пожадничал, хотя мог замахнуться на хет-трик. Ну, если честно, я еще не разу не сбивал по три мяча, конечно, хотелось бы, но, опять же, я говорю, командный. Сегодня я отдал, завтра, может быть, мне отдал, так что в этом месте очень страшно. А в конце матча упустил возможность забить свой дежурный гол Кириченко. Смаков сделал прекрасную передачу, но удар получился слабым, и Чуйс разрядил обстановку, чем заслужил благодарность от Левицкого. На 90-й минуте Баранов сделал третий голевой пас. Василюк пробил сходу, удар получился не сильным, но мяч все же закатился в дальний угол. 5-1.